Нормальная машина, поздравляю Давай потусайся, блядь, приезжай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадим, так, что за... Добрый день. Я тебя, я тебя только что сказал, если я ее что... Это, типа, какая-то причина, ну, объективная, почему ты не пришел на работу вовремя? Через сколько ты будешь, слышишь? А он мне говорит, не приходи. Ты через сколько будешь? Сколько минут надо тебе, чтобы добежать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шире шаг, нахуй. Сыщищай, прикол будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую всему! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На хуй я так сразу сделал? Я сейчас сделаю все. Типа за опоздание? Да. А, ну тогда ладно, пролету. Все, ладно, пацаны, молодец. Да все нормально. Да, нормально, нормально. Одевай вон ту маску иди. Давайте поговорим насчет 1 октября. Кто спрашивал из вас насчет подъема цен на тачке? Я просто сказал, что боятся писать. Из-за повышения утильсбора. Просто мы сейчас будем подводить итоги, да? Вот, я сейчас выскажу свое мнение по этому поводу. То есть у нас увеличился утильсбор, правильно? Соответственно, те люди, кто сами себе покупают, да, или занимаются перегоном автомобилей, чтобы здесь заработать цены на эти автомобили, да, вот, они сразу покупают, у них сразу цена вырастет. Соответственно, на весь вторичный рынок бэушки эта цена постепенно будет расти. Этот вопрос откуда зародился? От того, что очень много машин нам скидывали или как? Да, да, все верно. Вот, чтобы продать, хотели продать? А почему они тогда не хотели подождать, когда повысятся цены? Они уже, они до повышения цен уже завышали свои ценники, говорят, ну, оно же повысится, давайте дороже продадим. Соответственно, после того, вот эта вот первичка, которая покупается за границей, кто на следующий пойдет? Дилеры. Начнут дилеры вот первыми, да, у них там начнет ценник как-то расти. И уже постепенно потом будет расти вторичный рынок, да, там появятся космонавты. Наверняка еще до повышения уже были те, кто там на Авито и на прочих сайтах ставили завышенные цены. Друзья, вот сейчас сюда посмотри, как работал, так и заработал. И сегодня мы с вами подведем итоги сентября в перекупщи на авто. Сколько автомобилей было выложено, сколько продано. И на этот ответ у нас ответит Артем. Так, с 1 сентября по 1 октября мы опубликовали 503 автомобиля, из которых было продано 140 автомобилей. Вот, я думаю, более чем хороший результат. А кто помнит, сколько в том месяце было продано? В том месяце было продано 145. 145, на 5 тачек меньше. С чем это интересно связано? С космонавтами? Ну, опубликовали мы на 50 машин больше, но продали на 5 меньше, потому что люди, которые присылают машины свои, они уже завышают ценник. Ну, космически. То есть, Ford Focus. То есть, на нас это тоже отразилось, и вы это увидели, в принципе, в внутренней работе. Ну и вот. А теперь с новым дыханием, в новую неделю, в новой одежде, мы начнем постигать новые вершины. Удачи вам, хорошего рабочего дня. Я поехал кайфовать. Спасибо, спасибо. Вам хорошего понемножку, а мы поехали. Ну, давайте. Что, Авида? У них теперь это, понедельник как-то, блядь. Что? Цены. Цены, то есть, ну, 5 тысяч раньше было за месяц, сейчас там за 2 недели. Да, кстати. А, они перешли на режим работы автором. Да, можно сейчас прямо взять телефон, попробовать, принесить, посмотреть. Потому что, ну, я слышал, мне много кто-то там говорил. Борщик, да, что-то жесткое. Борщик, борщик. Борщик, борщик. А вторую тоже что-то делал. А вторую не так долго. Да, оно уже все время было, что за 2 недели у них размещение стоило кучу денег. Вот. Зато Дром сам звонит и предлагает машину свою опубликовать. Да? Да, они звонят. А мы можем ваш форт на наш сайт бесплатно разместить? Вот. И помимо того, что перекупщина авто, размещение вашего автомобиля абсолютно бесплатное, да, перекупщина авто может предоставить вам то, что не предоставит ни Авито, ни Автору. Сколько бы они не создавали всяких кейсов для того, чтобы вы могли пользоваться, вам было бы комфортнее определиться. Почему? Потому что человеческий ресурс, человеческий совет, да, людей, которые ежедневно этим занимаются, не заменить, не заменить абсолютно ничем. Да, согласен я? Абсолютно, да. Вот, друзья, ссылочка на перекупщина авто. Это телеграм-канал с первыми, а то и ниже ценами по России, да, ниже цен рыночных цен, да. Соответственно, наши менеджеры сидят и помогают вам реализовывать автомобили и также продать. А мы как ваш проверенный продавец. Вот, ну можно было бы на самом деле чуть побольше рассказать про сам канал. Допустим, кто уже, да, следит за нашим каналом. Есть автомобили, которые приезжают к нам на личный осмотр. К ним уровень доверия выше. Что, соответственно, да, мы видим тут и продавца, мы видим, покупателя мы еще не видим, а ровно через 5 минут уже слышим, когда этот автомобиль реализован. А почему можно выгодно продать автомобиль на перекупщина авто? Мы очень редко покупаем автомобили. Я бы сказал конкретно, чем занимается сам телеграм-канал. Он не покупает автомобили, он помогает продавать. Соответственно, мы не вкладываем свои денежные средства и не заинтересованы в большой прибыли. Именно поэтому вы можете выгодно купить, выгодно продать. Вот, сейчас мы пойдем на улицу, я расскажу, как же подстраховать себя в приобретении автомобиля на нашем телеграм-канале, ну и в принципе при приобретении автомобиля. Сначала расскажу предисловие, да, и потом вообще давайте, короче, буду рассказывать. В общем, через наш канал разместилась вот эта вот Volvo S80. Размещалась она, ну и реально недорого. Соответственно, ребята внесли задаток, прилетели с города Ижевск. Прилетели уже на вечер, глянули автомобиль, забрали у продавца автомобиль, выдвинулись на нем в Ижевск. Сразу решили они вот 1700 километров проехать. Проехали 10 километров и у автомобиля застучал двигатель. Вот, соответственно, они звонят менеджерам, говорят, вот такая вот ситуация. Вот, и говорят, что продавец уже не выходит на связь. Мы начинаем звонить тоже продавцу, звоним и на обычную связь, и на WhatsApp. Продавец не берет трубку. Вот, я узнаю всю эту ситуацию, вот, и предлагаю, ну, звоним сам ребятам, говорю, ребят, что, кого, как дела? Они говорят, Володь, ситуация следующая. Ну, вы понимаете, мы с ними не знакомы. Короче, ну, ситуация с деньгами такая, что даже типа на отель нету. Хотя сейчас вот мне в голову приходит мысль, а как они собрались бензин тогда сюда заправлять? Такой парадокс, да, небольшой. Вот, я вам рассказываю ситуацию, а вы там уже принимайте сами решение, как это там, что было, а что не было. Вот, я говорю, ребят, ну, ладно, раз такие дела, давайте мы вам вернем половину задатка, там, ну, чтобы вам было где поспать, или сейчас там купить билеты, что-то прочее. А в условиях того, что мы, перед тем, как им набрать, я уточнил, ну, просто возьмите автовоз, там, допустим, до Москвы. Сколько гер автовоз до Москвы стоит? Двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч, да. Ну, соответственно, до Ижевска. В принципе, они не ходят до Ижевска, правильно? Мы смотрели. А вот, соответственно, я записываю видео, говорю о том, что, ну, такие вот недобросовестные продавцы есть, то продают, и потом по итогу гасит трубку. Выставляю это там в Инстаграм, в Телеграм, в запрещенную сеть Инстаграм, Телеграм. Вот, в Телеграме пишут, я этих ребят знаю, он не пишет, что я этих ребят знаю, человек пишет о том, что я покупал у этого продавца машины, но никакого обмана никогда не было. Все, ну, и, соответственно, приезжают ребята, оставляют машину, уезжают в Ижевск. Проходит два дня. Вчера приезжает продавец. Мне звонят, говорят, тебя тут ждет парень, который продавал Вольво. И я думаю, ну, появился. Приезжаю, он мне рассказывает, Володь, молодой парень, да, говорит, ну, я продал кучу машин, я сам за честные сделки, давно на тебя подписан. Он, вот, двое суток просидел в полиции, да, за тонировку. Выхожу, мне куча звонков, говорят, ты известный. А я фотку его с WhatsApp подернул, выставил тоже в сторис, говорю, ну, передаю продавцу большой привет. То есть, ну, я тоже максимально умеренно в словах, то есть, я ситуацию знаю только с одной стороны, со стороны покупателей, со стороны продавца я не слышал. Ну, и вот, этот продавец рассказывает, приехали эти ребята. Машина эта, чтобы вы понимали, 250 на она загружалась, за 230 тысяч рублей он ей отдал. Ну, это реально недорого, я не знаю, можете написать об этом в комментариях. Вот, и он их предупредил о том, что мало ли или что, пацаны, вот есть автовоз, который готов за 25 тысяч рублей довести. Потому что я как-то, ну, по его словам, да, по крайней мере, как он мне озвучивал, он сомневался в коробке, да, а сломался по итогу двигателя. Озвучивал он им про коробку или нет, этой информации я не знаю. Вот, он говорит, все максимально прозрачно, показывает мне видео, да, кстати, мы их ставим, где ровно работает двигатель, все как полагается, на месте там. Соответственно, вот, и этот продавец мне говорит, что я специально скинул им стоимость автовоза. Он сначала первый раз приехал, он тут пригнал другую машину, продал. Второй раз приехал, я уже не в таком положительном настроении был. Я говорю, ну, давай, звони там, где за 25 тысяч, а они трубку не берут. И, соответственно, вот сейчас информация подтверждается, да, то есть, ну, автовоз до Ижевска стоит 60 тысяч рублей. И, тем не менее, ну, вот, принимать решение по этому автомобилю, кстати, может, в этом выпуске мы это всю, эту ситуацию доиграем. Будем уже непосредственно по согласованию с покупателями, да, может, мы отправим автовозом или сегодня выставим. Просто ее в таком состоянии с стучащим двигателем сколько есть? 100 рублей цена? Ну, да. 100 рублей цена, соответственно, потеря 130, да, ну, а тут добавь к ней 60. Ладно, суть вообще основная не в этом. Основная суть вот этого, что произошло. При приобретении автомобиля каждый менеджер рекомендует заказать разовый осмотр. Что такое разовый осмотр? Да, то есть, во-первых, начнем с того, что все менеджеры, которые находятся и размещают автомобили, разовый осмотр, у них нет ни желания, ни возможности делать, да. Разовый осмотр, приезжает наш специалист, да, он работает дистанционно, он приезжает на место рассмотра автомобиля. Потому что сколько вот процентное соотношение автомобилей, которые стоят не у нас и продаются дистанционно? 70-80? 80% автомобилей, размещающихся на канале, они продаются дистанционно. Это автомобиль может быть абсолютно с другого города, да, остальные приезжают сюда. И даже если он приезжает сюда, у менеджера нет времени, тупо даже возьмем время для того, чтобы посмотреть. Не говоря о том, что, ну, у нас даже оборудование, вот это вот тут подъемник, много чего можно к этому добавить. Вот, разовый осмотр, он проводится там, ну, около часа, может даже больше проходить. Соответственно, осмотрщик скидывает там вам более 100 фотографий, косяков автомобиля, лакокрасочное покрытие, диагностики, да, проведенные. Компьютерные. Вот, по желанию можно также попросить и согласовать, чтобы найти подъемник, да, это будет чуть подороже, потому что надо и больше времени потратить, и надо согласовать сам подъемник. Ну, вот, друзья, прежде чем покупать автомобили, ну, пусть это будет конкретизировано к нашему каналу, да, а также будет распространяться вообще на любые другие приобретения. Каждый должен заниматься своим делом. Доверьтесь специалистам, желательно проверенным специалистам. Я сейчас, ну, конечно же, я буду вам рекомендовать нашу компанию, но очень много сделок просто люди сращивают, да, там барыга продает, там приехал перекуп, они там договорились, какие-то моменты утаили. Пришел специалист, осмотрел автомобиль, соответственно, у вас хоть какой-то есть небольшой плюс к тому, что с автомобилем все нормально. Почему небольшой плюс? Потому что может произойти вот такая вот ситуация. И мы ее можем оценивать с той стороны информации, которая нам предоставлена. Такое реально, такое бывает, что парень, продавец, вполне вероятно, и не знал, что она сейчас поедет и сломается. Может, знал, об этом вы можете написать в комментариях. Вот. В целом вот так вот эту ситуацию мы дорешаем. Заказывайте осмотры, подстраховывайте вся в сделках. Мы будем еще дальше усовершенствовать и стараться более, как это, ответственно, это не ответственно. Ну да, более ответственно к этому всему подходить, да, потому что мы с каждым разом пытаемся сделать лучшее, подстраховать вас, да, чтобы вы не покупали автомобили, с которыми по итогу вы попадете в минус. Вот еще один моментик. Все люди, которые давно занимаются, об этом отлично знают. Люди, которые там стараются и хотят войти в сферу перепродажи автомобилей. Знаете, есть очень важное, что вам поможет. Проверяй масло, брат, проверяй масло. Просто масло. Купил машину, посмотри масло. Проехал на приобретенном автомобиле, остановись, посмотри масло. 50% двигателей умирают из-за того, что просто не смотрят масло. Вот. Я сейчас бы стакан масла выпил бы просто. Бау, нахуй. Алло, привет. Привет. Как дела? Отлично, все. Пойдем туда войти. Сейчас, короче, пришли к тому, что надо как бы решать же с машиной. Смотри, в общем, есть три варианта. Первый вариант – это 60 или 65 тысяч рублей, а она в Ижевске, это мы нашли автовоз. Второй вариант – это гоним ее на сервис, пытаемся что-то реанимировать и продаем. Но тут не исключен вариант того, что мы сейчас потратимся на эвакуаторы, на вот это вот все, и ты еще просто потеряешь денег. Плюс даже, прикинь, мы снимем под дом, короче, это еще на 30 тысяч можно попасть. А третий вариант – это мы продаем так, как она есть. Тебе какой больше нравится? Вот, я понял, я так и думал, что тебе больше нравится третий вариант. Смотри, быстрая ее цена – это 100 рублей. А я попробую реализовать за 150. Так, давай я тебе минут через 15 перезвоню, сейчас посоветуешь? Давай, давай, да, то есть у меня преднаметки вот уже есть по покупателям по каким-то, мы же машину размещали, вот, и сечем мы сегодня, я думаю, ну, то есть. И, соответственно, уже покупатель напрямую деньги тебе скинет. Ну, самый простой, ну, давай я тебе сейчас скажу, как бы, самый простой вариант – это закрыть этот вопрос, вот, отдать ее и забыть это все. Вот, я тебе больше скажу, вчера приезжал продавец. Ну, он что сказал он? Ну, он показывал видео, где она ровно работает, нормально, вот это вот все. Говорил то, что он скинул вам, когда вы приехали, еще денег и предупредил о том, что мало ли что, чтобы вы везли ее автовозом. А почему его не было? Сказал, что вот как он с вами расстался, пришел тут там, ну, ждал меня, я приехал, он говорит, вот так и так, я сидел в отделе, и говорит, вот я только вышел и приехал к вам. Угу. Ну, такие пироги, так что он на связи. Понятно. Да. Вчера он приезжал. Она писала, что он на работе. Он тебе писал? Да. Вот, первый раз, когда я ему позвонил, он сказал, я на работе, не могу отвечать. Я понял. Ну, ладно, бро, давай решай по поводу тачки, а он сегодня к нам еще приедет. Сейчас разговаривал с покупателем Вольво, он говорит то, что он приезжал, во-первых, на незатонированном автомобиле, и когда он пропадал и перестал убрать трубку, он говорил, что он на работе. Ну, честно, я не буду наговаривать, но такое чувство, что он вводит нас в заблуждение. Ну, а я его с нюсом угощал. Блин! Ну, ёпроса-то! Черт! Блять! Алло. Алло. Я дам все раз привет. Да, привет. У нас здесь писал больше всего третий вариант. Продать надо? Да. Ну, давай, смотри, я сейчас ее отсниму, закину в себе в телегу, и, ну, по истечению скажу тебе, че, как. Я считаю, ну, как бы, с моей точки, и мы-то с пацанами пообщались, за 150, если ее отдать, это будет неплохая сделка. Вы согласны? Ну, в принципе, да. Все, я тебя понял, услышал. А как будет инфа, дам тебе обратную связь. Угу. Этот самый. Мы еще... А мы постараемся, чтобы она, ну, ниже, 50 хотя бы не ушла, чтобы я в огромные минуты... А я тебя понимаю, отлично. Этот, мы на YouTube это все снимаем. Передать хочешь кому-нибудь привет? А в принципе, все увлескут. Все, давай, брат. Наберу тогда тебе, как, что сейчас будет. Надеюсь, что, ну, продастся, она сейчас закроем этот вопрос. Давай, на связи. Хорошо. История с Серафимовым. Сейчас музыка должна быть такая. В субботу он попросил выходной, чтобы выспаться и в понедельник прийти вовремя. Вчера вечером он мне звонил, потому что мы с ним договаривались, у нас с ним отдельная история. И подводили итоги его духовного восстановления. Он рассказывал о том, что, как он рано начал вставать, следить за собой, дома убираться. А сегодня проспал на час. Помимо этого, больше, чем на час, да? На два. Ну, два. А вот еще один претендент на выполнение данных упражнений – это Михаил. Михаил просто не пришел было на работу. Он думал, я забыл. Но упражнения все помнят. И их ноги запомнят это тоже. То есть будет назначено упражнение. Упражнение сделали. Жюри дает хорошую оценку. Закрыли. Начинаем работать. Жопу не поднимаем. Понял? Вот все. И поехали, поехали, поехали. Вот, доступно? А откуда? Ну, знаешь, чтобы это ваше появление было интересным, вы выходите оттуда, чтобы вас сразу видно не было. Делайте почетный круг и возвращаетесь обратно. Не поднимаем жопу. Жопу поднимаем, джампы еще будем делать. Джампы, спрыжки к солнцу. Так, да, Гера, давай музыку тащи. Расскажи просто, блин, короче, пацанам машину отдал, а они тебе через сколько по времени написали о том, что движок сломался? Блин, точно я не помню. Я помню только то, что я снимал видео и на горячую, и на холодную. Нотор работал полностью нормально, видео я тебе показывал. Да, да, я видел, видел. Потом ребятам я сделал торг вне канала. И что они мне сказали? То, что нет, возвращайся, а я ехал уже на Акваматик, там же после мойки меня. Я понял, ты просто был на Гольфе на этом, он был не затонирован. Какой Гольф? Ну, я не знаю, вот на этом, походу, или на каком-то другом, Гольф, Фер, что-то такое. А меня вот отвезли пацаны до машины, и все. Да, да, так, а ты на чем ехал-то, по итогу? На Камре. А, потом пересел на другую машину. Этот самый, да, я просто хочу разобраться до конца в этой ситуации. Сделал я торг. Да, я понял, просто мы уточнили по поводу этого самого, по итогу. Автовоза 60 тысяч, 65 тысяч, и она там будет на месте. Вот, знаешь, почему вот это опять меня, блин, подогрело? Потому что у меня вот есть переписки, и в этих переписках здесь, они даже не отъехали, понял? Они не уехали оттуда, она там же стояла, ты только уехал, и это сразу произошло. Ты понял, типа, ладно бы они куда-то поехали. Я тебе скажу, как бы я в этом случае сделал, ты можешь принимать сам решение. Вот если бы ты с ними пополам вот эту хуйню попилил бы, минус, базара нет. Это твое, ну, на твое усмотрение. А ты как хочешь можешь делать. Я думаю, так было бы честно и правильно. А там как этот самый, как душа, собственно, у тебя лежит. Ну, это обдумать нужно мне. А как удобно? Я просто, ну, хотелось доиграть. Это очень хороший пример, когда, блин, люди, понял, покупают и досконально не смотрят. Хотя, с другой стороны, я не обвиняю тебя, хрен его знает. Как оно могло произойти? Может, так вот и получилось, да? Ты только отъехал, пять минут проходит, а у него движок застучал. Я сам брал инфинити, и через час у меня мотор застучал. О, видишь, это может быть миран, просто тебя. Хотя это друг моего машина, а он два года ездил. Да, застучал у тебя, а потом у них застучал. Ну и ладненько тогда, че. Бау, давай пятачка. Все. Вот и доиграли. Давай. Давай, жопу не поднимаем. Громче. Круг, круг. Давай, давай, давай. Так, смотри. Сейчас Серафим пошел на второй круг. На второй круг пошел. Давай, 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 давай. Жопу ниже. Смотри, как у него хорошо получается. Смотри, у Миши посложнее. Давай, Серафим, третий круг. Стой, стой. Да, да, давай. Три на счастье. Все. И уходим в небытие. Жопу ниже. Давай, давай, Миша, догоняю. Нет, ногами идем, не прыгаем. Серафим, не встаем, пока не видно вас будет. До конца. Все. И сюда возвращаемся ногами. Давай, давай, Миша, додави это. Кира, правильно? Хотел, хотел, хотел. Ты можешь дайдить. Идите сюда, маски снимать не надо. Нормально снимаете, идите сюда. Вот. Хорошо, молодцы, пацаны. Могете, могете на самом деле. Вам понравилось? Да. Давай, сюда встаем. Так, жюри одобряем. Пойдет? Пойдет. Так, идите, пацаны, сюда. Сейчас, вы все сюда подходите. Ты сюда. Ты тоже сюда иди. Все, начинаем работать. Все, пацанам аплодисменты. У-у-у-у. У-у-у. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...